Я сделаю кратенький доклад. Основное всё у меня на слайдах там показано. Расскажу о текущих проектах переводческих фонда «Сохраним Тибет» из Дагреста Нардан. Во-первых, вот этот весь проект переводческий, он продолжается уже лет восемь, наверное. Он был инсценирован в его святейшем Далай-ламе, который посоветовал конкретный набор текстов для перевода на русский язык для тех, кто интересуется буддизмом в России. Некоторые из этих текстов уже были переведены, а сейчас речь идёт о продолжении и завершении перевода того списка текстов, которые были рекомендованы Далай-ламой. Это тексты, принадлежащие традиции Майтреи Асанги. Во-первых, Далай-ламу хотелось, чтобы на русском языке было всё пятикнижие Майтреи. То есть 5 текстов, которые были переведены Асангой по тибетской традиции, из Тушита, и учения Майтреи были записаны на земле Асангой. Два из этих текстов уже были переведены. Это описанная Лангкара, которая переводила Крапивина. Мы знаем, что уже вышло 4 тома и полностью завершён текст вместе с комментариями Гешеджем Янкинце. А второй текст — Утара Тантра, который тоже уже был переведён с тибетского языка к Угявичесам и тоже вышел в издательстве «Сохраним Тибет». Сейчас на стадии литературного редактирования находятся ещё три текста из этой серии, которые завершат серию пяти текстов. Это Махаяна Сутара Алангара, вот на слайде видно, да? И это также с тибетского языка к Угявичесам. Но, к счастью, в прошлом году у нас появились ещё ценные консультанты. Это два монаха, закончивших обучение в Гаманда Цанья, которые очень хорошо знают тексты, вспомогательная комментаторская традиция и поправляют нас, когда мы от этой традиции отходим, что является для нас, сами понимаете, очень ценным. Помимо Махаяна Сутара Алангара, который текст довольно большой, следующие два текста Майтери и Асанги. Следующий слайд говорит нам о комментаторах, потому что мы занимаемся этим текстом не чисто текстом, а с переводом также соответствующих комментариев. Вот все эти три текста Майтери и Асанги, они переведены вместе с текстом Шиже Кунрик Рактона. Выбор этот не случайен. Начинали мы работу с переводом Атхианта Випханги и Дарма Дармата Випханги. И Далай-Лама конкретно рекомендовал переводить их вместе с комментарием Рактона. Райантон, вот краткие сведения о нем изданы, оказался очень ценным подспорьем. Он упирается в основном на комментариеву Субанху, но пересказывает его более понятным языком и опираясь на циферамате также. Так что смысл краткого комментариеву Субанху становится гораздо лучше. Мы очень это ценили. Еще использовали два комментария чисто тибетских. Два других комментариев, которые используются для перевода этих трех текстов, оба принадлежат школе Нин-Ма. Это Джонни Пам и Шинпен, Джонпен Готча. Вот о них информация здесь на слайде дана. Здесь комментарии, они чем хороши? Вот комментарий Шинпена сначала мы используем, который дает пословное объяснение всех слов, которые используют Майтре и Асанга. А Джонни Пам добавляет к этому уже философское подробное размышление о смысле, сказанном о том, почему и как это говорится. Так что в совокупности эти два комментария являются очень ценными. Эти же три автора использовались при переводе остальных текстов не только Махаяна Сутара Аланкара, но также Дхарма Дхармата Випханге Каррика. Этот текст короткий, и оказалось, он уже был переведен Устьянцевым в составе работы. Просто не было указано, что он там переведен. Но мы, к счастью, нашли этот текст, использовали перевод Устьянцева тоже. Текст короткий, особых трудностей он не представлял. А вот Матхянда Випханга Каррика, он также короткий текст, они друг друга дополняют. Дхарма Дхармата Випханга и Матхянда Випханга. И комментарии использовались те же самые. И консультанты те же самые, и переводчик Кугавич тот же самый. Все они переводились из тибетского языка. Затем уже более сложный и гораздо более объемный текст. Это Дхарма Самучая вместе с автокомментарием Асанги, который был переведен санскритом Владимиром Борисовичем Кораблом, сегодня здесь выступавшим. Этот текст находится на стадии научного редактирования, и еще над ним должна пройти большая работа, прежде чем он будет опубликован. А предыдущие тексты Асанги, все три, уже проходят литературное редактирование, и, наверное, в этом году уже выйдут. Так мы надеемся. Вот, смотри, санга и все. И следующий текст, который в этом ряду идет, это Ария Деева, четырехсотин, то есть Четахшатака. Комментарий, который переведен вместе с этим текстом, Риндава переводила этот текст, также с тибетского языка, Кожевникова Маргарита Николаевна. И с этим текстом, который тоже в литературном редактировании сейчас находится, конечно, труднее. Дело в том, что оригинальный и санскритский оригинальный, тибетский текст крайне лаконичны. Они написаны в метрическом стиле, то есть как стихотворение, и Кожевникова попыталась оставить ритмический лад в переводе. И поэтому очень малопонятный текст Ария Деева без комментариев остался и, может быть, стал даже еще более малопонятным в русском переводе. Комментарий, конечно, много добавляет и позволяет разобраться в сказанном, но не до конца. Вот поэтому с литературной точки зрения вот попытка перевести такой сложный текст стихами, конечно, очень трудное предприятие, но надеюсь, что литературная редакция в конце концов позволит здесь добиться позитивного результата. Это все тексты, которые переводились с тибетского языка, из санскрита, вот Абидарма Самуча. Затем есть еще три текста, которые переводились с английского языка, но сверялись с тибетским переводом с помощью тибетских переводчиков. Первый из них — это тантрический комментарий на практику Гохи Самаджи, авторство которого он принадлежит Ценкапе Лапзан-Драпе. Ценкапо в русской литературе, в русскоязычной бедийской литературе мы уже знаем. Он представил рядом текстов, в том числе тантрическим текстом, на грим Чанмо. А здесь он использует тексты, которые приписываются Циндра Кирти, «Светильник пяти ступеней», и дает на него подробнейший комментарий. Это очень сложный тантрический текст, который был выполнен Михаилом Елинским по переводу Гевина Килти. Но редактирование этого текста застопорилось, поскольку там возникает много нерешённых проблем, как и всегда бывает с двойным переводом. Следующий текст — «Наука и философия в индийской классической буддийской литературе» — это компендиум отрывков тематически подобранных по буддийским представлениям о материальном мире, в основном по Абидарме, а также по логическим текстам типа Дуэра, то есть компендиуму эпистемологическим тибетского производства. Это уже очередная задумка Далай-Лама, которую я хотел представить в английском переводе, но и, соответственно, в переводах на другие европейские языки. Те сокровища научной разработки, те тексты, которые могут считаться научными, созданными буддийскими авторами в Индии прежде всего, здесь задумано несколько томов. Первый из них — материальному миру посвящен. Перевод с тибетского языка существовал этих отрывков Ян Гоголом, а редактором выступал Туктян Джинпа. И английский текст очень хорошо проработан и сделан, поскольку оба переводчика эти прекрасные. На русский язык тоже он хорошо переведен, с елинским. Потом текст опять сверянся с помощью переводчика из тибетского языка, туинского Чичинбая, хорошо очень тоже работающий переводчик. Но редактирование опять имеет проблемы. Вот может быть кто-нибудь из присутствующих, слушающих нас, может быть помочь в редактировании этих текстов, и текстов Тандрического, и текстов по Абидарме, вот этой науке и философии в индийской классической, буллетенческой литературе. Напишите мне, если вдруг кто-то изъявит желание. Ну и, наконец, еще один текст, слайд, для которого я забыл приготовить, это перевод также с английского языка, перевода Роберта Турмана, очень важного тибетского текста, принадлежащего Танкапе, «Лекшенинбоу», «Дрангейн Рекшенинбоу». Он по-русски называется, как сущность поднанного красноречия, разъяснение у слова и прямого смысла слова победителя. Это один из самых сложных, может быть, самый сложный с философской точки зрения текст, который делает попытку разделить сутры второго и третьего поворотов колеса учения, то есть сутры опирающийся на теорию Матхямаки, прежде всего, и сутры опирающийся в качестве конечного, наиболее достоверного изложения учения Будды, научения Яготары, Матхямаки, разделить смыслы и интерпретировать их таким образом, чтобы они не противоречили друг другу. Эту сложную работу делал Сергей Хос, переводя работу Турмана, но он также, дело в том, что Турман очень творческий переводчик, и иногда не совсем легко было понять, как его перевод соотносится с источниками оригинала, поэтому Хос вынужден был перепроверять весь текст очень сложный на тибетском языке. Перевод у него получился авторизован. Тоже сейчас идет усиленное редактирование этого перевода. Может быть, к концу этого года он будет закончен. Вот основные проекты переводческого плана, которые совместно с фондом «Сораним Тибет» были сделаны. Что касается собственного издательства «Нартанг», никаких новых переводов мы не делали, мы собираем в последний год занимаемся правкой старых переводов. Вот прежде всего «Таламрим Ченмо» исправляем, и еще будем продолжать исправлять. Но мы издали несколько текстов и готовимся к изданию, которые не являются собственно переводческими, а больше историческими текстами. Вот была издана монгольского автора «Трагедия степи», которая повествует о событиях, происходивших во внутренней Монголии во времена культурной революции. Это исторический экскурс, исторические события, которые подобны, наверное, каком-то плане книги Александра Солженица «Лархи Булак Булак». Здесь рассказывается о тех ужасах, которые происходили в внутренней Монголии, о которых Иль, в общем-то, не знал. Эта книга уже издана, и можно приобрести у нас на сайте Нартангару. Другая книга, которую мы переиздаем, сейчас новое издание книги о Петербургском буддийском, дополненной английской версией издательства и во многом обновленной автором Александром Андреевым. Она уже готова, вот-вот должна пойти в типографию. И третья книга, которую мы планируем издать до конца этого года, это «История бурятских хамбулам». Она написана, точнее, это собрание документов по истории Далай-Лам, которые сделала Ирина Васильевна. Ирина Васильева эта книга называется «Семнадцать больших светильников». Она рассказывает о хамбуламах довоенного периода, то есть с момента возникновения буддизма в Бурятии и до его полного разрушения во время сталинских репрессий конца тридцатых годов. Вот таковы наши издательские планы на текущий момент. Андрей Анатольевич, вы нас ввели в круг просто очень масштабной деятельности, которая, наверное, может быть сравнима с переводческими проектами древности буддизки. То есть это все очень впечатляет. Спасибо вам большое. У меня два вопроса. Первый вопрос простой. Анализирует ли издатель «Странартанк» аудиторию, потенциальную аудиторию пользователей и проектов, которые инициированы в «Странартанке» Войлавой? То есть кто аудитория, кто читатели и пользователи вот этих весьма серьезных содержания объемистых томов? И вопрос второй частный. Планируются ли публикации переводов деятелей тибетской культуры XX века, в частности Гедун Чепелла, который очень известный и как мыслители, как политические деятели, как практик. Один из переводов опубликован на русском языке, но по-моему не в Нартанке. Это перевод Камасудры. Несколько слов об этом, если это возможно. А так огромное спасибо, уважение и поклон, конечно. Наш читатель, но это трудный вопрос. Поначалу мы рассчитывали, что это в основном проект, который идет для людей, которые уже пришли к буддизму. Оказалось, что больше нашими книгами даже интересуются те, кто просто интересуется буддийской философией, а не являются практикующими буддистами. И, допустим, в Москве, Петербурге и в крупных городах наши книги больше продаются, чем в буддийских регионах. Идон Чайпел это выдающийся совершенно тибетский мыслитель и автор 20 века. Но его в живых уже нет. Он был на таком и английском языке, он помогал Рериху переводить голубые анналы, переводил Шекспира на тибетский язык. И у него есть замечательное произведение по Матхямаке. Оно очень сложное, и его люди пытались перевести, но этот перевод оказался неудачным. Поэтому пока что все застряло, но в будущем, наверное, он будет переведен. Но не знаю когда. Я только хотел сказать, что я совершенно восхищен вообще грандиозностью предприятия. Андрея Анатольевича и испытал острое сожаление, что я не буддолог, потому что я бы, конечно, сразу откликнулся на его призыв как-то участвовать. Спасибо, Андрей Анатольевич. Шива-Санту-Ша-Санту-Шта крылья Анатольевича. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok